И ну и я вас приветствую, дорогие друзья. Уже могу пожелать вам, наверное, доброй ночи, ибо время по Москве перевалило на 18 число уже, да, собственно, за полночь, и 0.45 на следующих часах мне показывает. Вот, уже пятница наступила, это у вас всех с пятницы, и мы с вами продолжаем смотреть противостояние Virtus.pro и Team Spirit. И это, напоминаю, что играют они в рамках турнира под названием Mars Dota 2 League, это европейские отборы, это полуфинал Винеров и счет 1-1 в серии. А это значит, что у нас будет третья решающая в карте, в которой мы с вами выясним, кто же отправится в Винера, в финал Винеров, кто же будет спускаться в Лозера. Вот такие расклады. Ну что, ВП за рейтинг у нас, как в общем-то предыдущую карту, тем не менее за Тайр будут катать. В ФНГ, первая героя, он забрался в Винбокере и Гирокоптера, пока более чем стандартно, ну и в принципе, Габлак отвечает тем, что забирает все Бэйны и Тускан, то, чем играл он в предыдущей карте своей. Все очень даже дефолтно. Единственное, что вот Габлак наконец-таки забанил Виседжа, не захотел, просто, не взятать. Окей. Отлично, ты быстро прям вернулся. Да, я самый быстрый человек на земле. Быстрее меня только по Ратрум. Я понял. А как же Найтсталкер? Нет, Найтсталкер медленнее, он так себе. Я понял. У меня больше чем 522, а этот слабачок. А я думал, ты и есть Найтсталкер тоже, Найтсталкер, нет? Я снайпер-снайпер. Ты ночной снайпер? Ну ладно. Ладно, тогда вычислили. В КС-капус. Ну, снайпер не такой быстрый. Короче, играю в КС-ик, там со Смайлом и с парнями, еще с знакомыми, Смайлом в основном. У них там у всех глобалы, орлы, а у меня Сильвер-6. Мы, в общем, в пати. Мы играем, побеждаем каких-нибудь глобалов, и они горят, у них передаки взрываются. А то, что ты их Сильвер-6 побеждаешь? Да. Ну, надо, чтобы при этом у тебя нормальный был там этот, ну, КДА типа. Не, ну, обычно я там последний, конечно, все-таки не мой левел, но я так, бывает, бывает, даю. Минусы нормальные, да. Ну, это неплохо. Молодец. Ну, правда, с чем в КС играете? Какой смысл? Ну, в КС просто ты от него не так гореешь, как от Дотки. Ну, если нормально играть. В Доте ты всегда гореешь, ты в ней как... Я не изменяю Вальбе. В любую игру Вальбе играешь, значит, нормальный пацан. Вот если я свичился уже на другие игры, то ты... На Райс, например, да? А, нельзя, нельзя. Нельзя, нельзя. Карму нужно держать очищенной, все верно. Конечно. Что, например, сделал товарищ Кабла, который оказывается единственным капитаном с единственной командой, которая имеет 100% винрейт против Спирита? А? Как тебе? Вот. Это молодец. Знает, знает. Кстати, Спирит-то не в бане. И на самом деле теперь ВП не упарывается на ферст пик, но это не значит, что они его не возьмут, потому что Дизраптор от ФНГ он тоже вполне себе хорош, даже очень. И, собственно, Спирит может еще оказаться у нас в пике. У нас может появиться. Уже вряд ли он появится у Тим Спирит, потому что у них там... Хотя, слушай, еще и может быть. Тут вопрос к Винге, как она себя будет прессионировать. Керри ли Винга, это ли Суппорт ли Винга? Вот как Тим Спирит играет с Вингой? Я вот, если честно, не знаю. Ну, я не помню, чтобы они пикали Вингу. Возможно, было такое. Но это многофункциональный герой. Вообще, я за то, чтобы Винга была саппортом. Керри Вингу у нас в Virtus.pro в моду ввели, но, откровенно говоря, они знали, что с ней делать и зачем они ее пикают. А другие команды, они повелись. И не особо успешно бывает это частенько. Да, да, воровать стратегию противника, это такое все занятие. Не всегда можно ловить самые тоничайшие моменты этой стратегии. И не всегда можно качественно исполнить. Но, все-таки, у Virtus.pro это Spirit Breaker, который пока будет, ну, не знаю, либо оффлейнером, возможно, для Фобоса. Ну, скорее всего, так оно и будет. На счетного саппорта, он будет убирать ласт пиком. А у Тим Спирит это VR, которая пойдет, судя по всему, в мид. Ну, в общем-то, драфты такие, 6.85, в принципе. Единственное, что под VR-ку это с Лордару, условно, не хватает. Но так все очень даже понятно. Но под VR-ку есть хотя бы венга, которая даст ей минус армор и даст ей ауру. То есть уже более-менее. Потому что я не люблю VR-ку, которая вообще играет без единого бафа на свой дэмэдж. Слишком долго ей надо разгоняться. А с венгой уже можно быстро гоним, покупать и уже делать дэмэдж. Ну, да. В принципе, возможно. Абадону забанили Тим Спирит. Ну, Абадон это нововведение саммита, скорее. Там часто очень начали юзать американские команды, подхватили и другие коллективы. Не сказать, чтобы это перенеслось после саммита куда-то. Абадону я пока не видел ни на ВЦА, ни на МДЛ. Но, тем не менее, опасаются. Такие много благ. Бывают Абадона сегодня или вчера от кого-то видел я Абадона, опять же, в сложной. Но не был он успешен. В Virtus.pro, когда брали Абадона, брали, опять же, со смыслом. Но помнишь, на самом деле, в Virtus.pro играли. Как раз-таки пикали его против Виндрейнджера, против кого-то еще, возможно. И Слардер там был. Там был смысл. Но далеко не всегда в этом есть смысл. В этом герое все-таки он такой очень уж специфический персонаж. Ну да, не в каждый пик его засунешь. Смотри, Virtus.pro испугались. Свена. Хайвились с ним. Не хотят воевать против этого. Лошары на Свене. Лошары очень неплохо на Эмбер Спирите. Правда, здесь Эмбер Спирит, ну, уже не так хороший за Дезраптора. Но, с другой стороны, что уж делать-то. Один Дезраптор все не законтрит. Можно брать, в принципе. Ну да, Керит, по идее, какой-то нужен. Кому пускаем из виду. Тини, Эмбер Спирит, вот, мне два героя. Ну, если, конечно, Винга, не Керри. Она может быть здесь Керри. Опять же, для того, чтобы получить быструю и ауру, и минус армор большого уровня, чтобы Винге было попроще. О, Верки был попроще. То есть, возможно, это Керри Винга. И сейчас будут добирать, опять же, это может быть и оффлейн, и еще один саппорт. Тут у Габлака руки развязаны. Ну да, есть варианты. Есть варианты. Ну, вообще, конечно, можно придумать свои какие-то стратегии, но при этом ВП, ведь они берут свой стандарт, так как это было в первой карте. Тут, конечно, нет Брагонайт, но в прежнем все очень даже похоже на их стабильные пики. И Герокоптер для Салента, и там Гот на Инбокере сыграет, Спирит Брейкер, в оффлейн, Гофл, Абусу, то есть все дефолтное. И вот Саленсер добирается, в Тим Спирит. Саленсер, кстати говоря, может оказаться чуть ли не соло-мид Саленсер, так же, как и кэри Саленсер, так же, как их... Супорт Саленсер. Да, пока непонятно. Потом, буквально вчера или позавчера, когда играли Тим Спирит, у них был просто в миде Саленсер, зашел очень даже он неплохо, овнил он там знатно, и Саленсер, ну, против Инбокера должен стоять хорошо. Вопрос только, может ли Рамзес играть на ВР-ке, потому что для Айсберга ВР-ка это очень сигнатурный герой, он на ВР-ке играет, ну, вот, на уровне самых топовых, вот, этих всяких Мираклов, ВТР-3, то есть такая очень качественная ВР-ка, которая все подряд вяжет, умеет, и пользоваться и связкой, и всеми остальными скиллами этого героя. Затрот, затрот. Айсберг, это, вообще-то, я сейчас по первой доте с ССК, помню, как он вязал на ВР-очке. Лад, вяжет и по сей день. Вяжет и по сей день. Ну, кратик, слово о его молодости. Сколько ему лет, интересно, кому Айсбергу? Я думаю, на самом деле, немного, я, честно говоря, не знаю, но я уверен, что не больше, там, знаешь, 21, что-нибудь такое. Просто начал рано играть, как и многие. Ну да, только-только сейчас подбирается к этой про доте, окей. Кстати, мы же там не закончили с тобой разговор про профессиональную Доту. Профессиональная команда, это какая команда? Команда, которая получает зарплату, правильно? Игроки получают деньги за свою игру. В общем, можно так считать, да. Ну, Team Spirit тут интересно имеют под собой, или точнее за своей спиной какого-то мощного спонсора или организации какой-то. Сколько я знаю, у них есть только паблик. Ну, вообще-то говоря, они назывались как-то, я не помню как, до того, как стали Team Spirit. И была даже новость, что вот они переходят под крыло некой организации. То есть, видимо, ну, какая-то поддержка есть. Может быть, небольшая зарплата. Дота 2.net, вот. Вот, я так понимаю, это их спонсора. Ну вот, например. Например. Ну ладно, хорошо разобрались. Значит, такие команды профессиональные. Это было. Да. Шейкер снова. Только непонятно, саппорт ли или оффлейт. Думаю, что все-таки саппорт. Шейкер от Лила будет. Нет, а Фенга. Лил на свою дистанцию рассел. Ну, все, опять же, более-менее ясно у Virtus.pro. Ну, никаких на этот раз вариаций не будет. Жестких там. Стандартно решили сыграть, потому что, ну его нафиг, все эти эксперименты. Ну да, да. То как-то вот не заходит. То ФНГ садится на Visage, начинается тут ерунда, а игры проигрываются. Не нужно такого делать. Не работает так ОБП. Земленого Спирита нужно еще потренировать. Видно, что Лил еще не наиграл достаточное количество игр. Ну да. Это разговор как раз-таки к опыту и чувству персонажа определенному. Если на Visage он уверен, то на Спирите мало того, что кнопки умеешь нажимать, то нужно еще и чувствовать персонажа. Так что где-то мы позже, я думаю, увидим как-нибудь мощного Спирита в исполнении ВП. В частности, от Лила. Так, и что мы видим? Мы видим пока, что пробежался Тускар и поставил два ворца. Так вот, два не самых стандартных, между прочим, ворца. Вообще сейчас очень сложно назвать парды, какие будут стандартные. Потому что видоизменена территория. Леса Рейден, например. Вот обсервер такой. Как часто его ставили? Ну, в старой доте, на старой карте часто. Достаточно, мол, такой обсерверовый можно и не найти с первого раза. А вот зачем он заблочил второй спаун? Я не знаю, потому что вообще-то это его спаун. В случае каких-то там неприятностей на линии, он благодаря этому спауну мог бы отводить крипов. Так же, как это делали всегда на сложный зарейдинг. Вообще да. Но он сам себе заблочил в итоге. Все заблочил. Противнику заблочил, себе заблочил. Кстати, если бы Afterlife умел, значит посмотрим, умеет ли. Но вообще здесь можно за туска отводить крипов на линию. Ты вот их ведешь сюда, блочишь вот тут, и они бегут в эту сторону. Это, конечно, новости такие в доте, пока это еще мало кто умеет делать. Тем не менее, это возможно. Ты тоже прочекал, да? То есть это работает? Да, да, да. То есть это работает. Здесь работают рейдинг? Нет. То есть за Тайер Тускар может тут отводить, за Рейдинг Тускар не может там отводить. Старыми пользуются фишками. Крибы не хотят бежать. Э, бегите, вы должны. А почему они не хотят бежать? Странно. Два крибочка осталась. Не захотели, не захотели. Такой мини-блок получился в результате. Чуть поподпушится линия. Сейчас сам тотального крипа убивает уже. Что такое? Тускар скоро-скоро будет видеть крипов у себя по-таванным рядышком, во всяком случае. Но, видите, нас ожидает пока более, чем стандартное противостояние. Верка заручилась поддержкой габлака на Бэйне. Как обычно, Бэйн поначалу будет мешать инвокеру. Год уже вторую карту подряд на инвокеры катает. Поэтому, надеемся, не будет собирать на себе такие нужные лэнсы. Вот. Ну и ЕС, собственно говоря, будет суппортироваться. Опять поставил это дерево, съел его. А, он опять забузил, да? Ну, забавно это дерево, это просто. Так, году как неприятно. Ой-ой-ой-ой. А Хилки-то нет, на самом деле, вот. Придется сейчас деревьями отъедаться. Но, реально, сейчас еще одно посадит, у него есть два аэрон бранча. И, да, и будет жить. Ну, сколько, 250, не, 250, а 230. 230, да, регенит, но... Так, ты веточки тоже армор дай, дэмэдж, видишь? Не хочет больше ветки тратить. Ну, да, их тоже ждать им бежать, как статуи дополнительные. Но, Фобос, с тем временем, подразвлекал немножко Флая. Даже разочек его с баша пробил. Флай понял, что какой-то жесткий этот Фобос. Держится уже в дистанции. А, не знаю, как Фобос тоже тяжеловато, но, как минимум, экспириенс он забирает. Он тут спрятался, заныкался. Ой, сейчас можно Флай отдать ему. Кстати, Флай можно нормально тут пробить. Но чаржится не стало. Ой, да, пока Флай прайф прошел, да, здесь. Рано чаржится. Ну, где-то чаржится, можно даже будет и в мид совсем скоро. Пытаться, как-то не знаю, может быть, Бейна убить, может быть, ВР. Когда инвокер будет готов помочь. Пока инвокер у нас... Ой. Тускар в соло. В соло сбил салентом. Что за ошибка-то? Я даже не видел, как это произошло, но такого допускать нельзя. Я в шоке, если честно. Как это вообще могло произойти. Ну, понятно, что Рил куда-то отошел. Но, блин, герокоптер даже один на один все-таки против Пускара не должен умирать. А тут... Либо автолайф очень жесткий, либо салент завтыкал. Тут два варианта. Ну, очевидно, что салент завтыкал. Какой бы ты жесткий ни был, если у тебя фулл хп на герокоптере, то тебя никак не убить. Видимо, пожалел, может быть, хилку. А может быть, не было хилки. А может быть, как раз подловили его, когда пил он хилку и убили. Непонятно. Непонятно, да. Ну, это хороший знак для Тускара, во всяком случае. Потому что третий с половинкой уровень, сразу тысяча монет. И Флай убивает там сверху спиритбрекера. Но вместе с Рамзесом они это делают. Подставляется спиритбрекер. И им непонятно, опять же. Два героя... Ну, а двух героев не должен убирать спиритбрекера. Все-таки такой персонаж очень бронированный, очень толстый. Ну, да, даже несмотря на то, что там вроде бы и Вей второго уровня, и стан есть. Ну, блин, всегда можно чарчевать, бежать. Всегда можно просто не заставляться с лоу хп. Ну, как-то вот ВП сейчас пощечину довольно серьезно такое получают на стадии ленинга. Убили на двух разных линиях, причем в не самых ожидаемых местах. Ну, и будет немножко сложновато, потому что Тускар уже пошел в свои путешествия с цапагом, с третьим уровнем, на топ ТП. И сейчас они будут еще раз убивать Фобоса. Ну, будут пытаться. Да, у Лошары пока нету стана на бинге, но тут хорошие шарды. Ну, да, Фобос тут никуда не уходит. Отличная ротация от Афтерлайта, я хочу заявить. Да, причем сразу через шифт на сноубол залез и поркатился. Ушел за спиритбрекер, не догнал его. Классно. Сульн отыграет, отыгрывает очень классно. Да, и главное, что и мана была на все скиллы плюс ТП. То есть, действительно, хорошо сыграло. Ну, и пока, слушай, прям, спирит это. Тут даже не скажи, что это что-то ВП. Спириты, молодцы. Ну, да, вот, кроме как смерти Саллент, остальные фраги были, действительно, трудовыми для тем спирит. Качественно, молодцы. Сульты, молодцы. 3-0, пока ведут. В этой карте третий решающий, я напомню. Фобос там, теори, не разминается по ХП с бейном. И опять пауза, сколько можно. Долго. Теперь лагает Теслег. Теслег, это тоже звучит как... Это уже как, не знаю, имя, фамилия какого-нибудь китайского кастера. Теслег. Кстати говоря, Фобосу очень не повезло. Он зачаржился в Бейна и думал, наверное, взять вот это ДД и под ДД еще навалять. Но он остановился в итоге на горке сверху. И, конечно, сейчас Бейн заберет ДД. Я только сейчас заметил, что кажется, что Фобос, ну, точнее, спирит брейкер, оставляет после разгона себя подковой. Я никогда этого не замечал. Ну, да. Ну, кстати, да, я тоже не видел сейчас на паузе. Становится очевидно, да? Подколы. Реально, подколы сто лет, жесть. Познаем Доту вместе, называется. Сообщают мне тут проверенные источники, что Айсбергу 18 лет. Ну, вот, как я говорю, он молодой, а ты говоришь. Стоп, подожди, а на Сикапе я играл лет 6, нет, когда я лет 5. Ну, вот ему было тогда 12, он тебя... А ты верно, что это был Айсберг, а не, знаешь, был такой игрок казахский с ником Айсимен, типа? Нет, 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 это точно был Айсберг, это вот прям 100%, я его запомнил, потому что я комментировал Лигу, где он участвовал там по первой Доте еще. И оттуда начинал свою комментаторскую деятельность, что и Айсберг там был. Понял, понял, ну, значит, вот играет лет 13 в Доту. Ну, а, собственно, почему бы и нет, Сумаил в 15 уже выигрывал турниры. Ну да, вообще, чему удивляться, с другой стороны. Ну что ж, Айсберга все впереди, значит. Так, правда, убить его не удалось здесь, вешает еще и Тундерстрайк нам. Каплак просто заблудился, а что делать? Гот, да ладно, умирает. Что ж за ошибки-то, и здесь уже опять этот бешеный туз, который просто убивает Лила. А Лил-то Файер съел и будет жить, ну, недолго, правда, Тускарова приговаривает. Еще и ФНГшку пытаются пробить. Ай, ну, да, больше никого не убьют, но, опять же, хорошее очень перемещение от саппортов команды Spirit. Прямо они вцепились в эту игру. Ну да, прям вот так вот очень хорошо получается у них. Опять же, вот эта вот, казалось бы, игра активная довольно-таки, но в нее очень хорошо играет Team Spirit. Вот если мы видели неудачный пример активной игры совсем недавно, да, от Elements Pro Gaming. Ну, здесь, здесь все пока кстати к месту. Ну что ж, 5-1 счет, ВП, ВП пока просветают, но при этом фармит хорошо Silent, несмотря на то, что у него одна смерть есть. У него топовый крипстат на карте, Нетворс, ну, топ-1, топ-2 практически. И совсем скоро начнет Silent уже подключаться. Тут, правда, такая ситуация, что особо-то некому и линию даже оставить в случае, если он идет там фармить какие-то стаки. То есть, если вот в первой карте, например, это был Visage, который забирал фарм, получал там левел 6, 7, 8 и так далее, то здесь вот непонятно, не Гесраптор уже оставлять, но может быть, правда, и ЕСу. Так, Afterlife-то, кстати, проблемы, но Silent не решился кидать колдаун. Afterlife убегает. 2-0-1, 4-й левел, почти 5-й. Морк он будет сегодня выездит, 2-0-1 стат хороший. И сейчас он идет на базу, через ТП-шку будет переходить, и будет пытаться кого-то щемить, например. Может, отвода он будет вестить. Так, у нас с нами на топ-руне стоячка, Фобос первого удара прописывает баш, на второго удара еще один баш, еще один чарт, это еще один баш. Пол-ХП просто на халяву снял. 17% никуда не денутся они. 17% от нас, видимо, всегда будут 17%. Халявщик такой, Фобос. Ну, нет, это, наверное, не смешно, на самом деле. Просто первый удар баш, второй удар баш. Дать со второго удара баш, по-моему, мы смотрели во время отборов к мейджору, там, табличку с этим всем, по-моему. Со второго раза шанс 4%. 4%? Да. Да, и у него это получается. Но это жестко. Но я так понимаю, что с третьего раза вообще невозможно, да? Нет, ну, возможно. Ну, соответственно, меньше одного, наверное, или в районе одного. Но, на самом деле, вряд ли он просто даст еще где-нибудь два баш подряд в этой игре. Вот в чем неприятность. Один раз использовал эту ситуацию. А сейчас это псевдорономное распределение, оно как бы сбрасывается счетчик, или как это происходит? Ну, сбрасывается, да. Но просто шанс-то очень маленький. Ну, если он еще где-нибудь даст два баш подряд, то это значит, что ему два раза повезло на 4%. Ну, сам вдумайся, какое это везение. Ну, да. Шанс подобного вообще, что произойдет в игре, он уже меньше одного процента, я думаю. Получается, да, суммарно, что два раза такое сработало. Ну, согласен, да, это простая, конечно, математика. Ну, на самом деле, непростая математика. Это непростая математика, я сам ее толком не знаю, я приблизительно говорю, естественно. Я, собственно, в высшей математике понимаю примерно ничего. Не, понимаешь, это рассчитать было бы довольно просто, если бы Вальф точно сказали, как это работает, вообще, как складываются эти самые проценты, как они там сочетаются. Когда ты этого не знаешь, ты можешь только предполагать. Но тут в области, вернее, они пытаются атаковать. Отменил разгон, потому что решают убить Бэйна, Бэйна есть отжорочка, и габлак-габлак, не съел он фэйри-файра, если бы съел, скорее всего бы сейчас бы не умер. Ну, там колл-снэп его добивали, в принципе, непонятно, как мондовск стало. Так, а флай тут съел фэйри-файр и живет, и живет, смотри, на фэйри-файре выжил. Вот оно. Красава, 10 хп осталось, да, убивают они Гота, приходит на Сайлендс, а флэка расстреливает, опять же, флай не касается, а флай отбивается. Так вот сейчас сможет тут погибнуть, на самом деле, лошара, лошара будет стаанчик, и авторлайк, что происходит вообще? Бабы станы, как это работает, колл-даун залетает неплохой, но Сайлендс уже погиб, нажимают, Тим Спирит, боже, как они фантастически сражаются, и ФНГ тоже можно убивать, а ФНГ без ничего. Блочит, блочит, Артур, как блочит-то, старые руки, но все еще помнят, как делать это. И смотри, ну просто минус 3 на ровном месте, или 4, и сколько там человек-то умерло, в итоге 3. 3, да, в размен на 1. Блин, ну Тим Спирит радует, конечно, как же они своей игрой-то радуют. На лоу хп, отбиваются, разворачиваются, продолжают драться, и получается действительно круто. 8-2, это мы обескуражены немножко ВП, с таким раскладом. Вроде приходят, делают стандартные, опять же, манипуляции, ТП-шки от Герокоптера, эти вот дефолтные с 6-м левелом, а не работает, не убиваются герои почему-то. Ну на кураже, Спирита на кураже, ну просто вот это вот все, наверное, другим названием, как некоторая удача, или тот самый кураж, ну не назвать. Когда все убегают, там, кто на 10 хп, кто на 5 хп, свапы, там какие-то шарики на последних ударах, это все, конечно, да, так бывает, что у одной команды такое получается, а у другой вот нет. Да, но везение Ранель Позгар заканчивает, дальше уже вступает в бой и мастерство, и скилл, так что посмотрим с этим Спирит теперь. Вот Лошара, уйдет весь снизу, так они уходят. Так, ну а то он сейчас ТП-шки, а кулдаун, кулдаун ТП-шки. А там ТП, там ТП, и Лошара, глобал. И свапнуться можно, наверное, с кем-то? Ну, Тускар залетает, а свапаться больше не с кем, просто пробивают с руки, герокоптера сливают, размен на Венжи-фл-спирит, знаешь, много бы сделали в этот момент, потому что приходит сюда еще и саленсер, и можно ФНГ-шку отступать, но автолайфа зажали в кинетик. Глимс пошел в ВР-ку, в ВР-ку глимсанули, она успела дать шекл-шот перед своей смертью, точнее перед уходом, и Лил здесь будет погибать. Пытается агрить нейтралов. Нейтралов, да, но никак. Ну и даблкил очередной от Афтерлайфа и 4.03, ну просто проснулся Афтерлайф после первой игры на Магнусе, весьма посредственной, дальше очень даже ничего. Да-да, герокоптер вшел на ФБ, убивает и бегает в 4.03 за 11 минут, это действительно очень круто. И опять же, вот только под смоком пробежались ВП, и размен получился 1-2, не в их пользу. Так, вот все время атака на Бэйна, Бэйн, торнадо и выйдет, ТМП не ушел, его зацепило все-таки. Но тут Лошара начинает развлекаться, есть у него еще свап, пытается пробить там Бэйна, Бэйн... Но так вот делает, зачем это нужно, ведь там у Бэйна очень много еще стики, всякие фэйри-файры. Слушай, Лошара-то пытается добивать Код, он еще и свапнул его, но под крипами, там еще спиритбрейкер идет, брейнсап, боже, они убивают, глимс неудачный. Лил пытается добить, добивает такие, ту самую венжи-фол спириту, приходит сюда уже тузка, Райдшард скидается на ход, не попадает Лила, будет сноубол, будет сноубол, он там ФНГ ждет, когда подойти Сору. Ой, поставился еще, и его ловят тоже, о, хорошо, успевает Кинетик поставить, кстати, Статик Шторм успевает поставить Лилы и разбирает. ФНГ Сахаслэм, а то да, минус делает, Год здесь тоже приходит, Айсберг пока под Венраном может траться, потому что что-то не точно, в Год не попадает, и скорее всего здесь подстрянется, там уже заканчивается. Но приходит Флай, а Флай тут помощник тот еще, Ластворд дает, курсу повесил и... И, 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 ну нет, да или да, или нет, 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 нет. Не, Настворд второго уровня только, поэтому нет, все-таки нет. Да, и курсат можно третьим только, но в любом-то случае дерутся, как Тим Спирит, правда сейчас раз мин получился 3 в 3, на руку он ГП, потому что они были стороной отстающей, но тем не менее. Под Отворцем у них все хорошо. Так Год-то умер в итоге, да? Сгорел. Да. Так, можно глимсовать, а здесь пока? Лил, а почему не глимсуем? Ну, непонятно, кстати. Статик в откате, нет Незерстрайка, в этом проблема. Думали, что не осилят, не осилят. Ну, ва, кстати говоря, тоже нулевой КДР, в плане смерти. Ой, смог вниз, видит, нас Сален-то будут ли убивать, хорошие опять шарды, и Сален-то сейчас получит стан от Венгью, хорошо, как играет здесь FNG, его свапают. Ай, Ластворд играет еще лучше. Это же просто symphony of skills какой-то. Да, и свап очень четкий, и станом достает, хорош, Рамзес не растерялся в этой ситуации, сделал все очень качественно. Наказали, Сален, это очередной хороший килл. Мне очень нравится, как играют в Team Spirit, мне очень нравится. Я прям вот балдею от того, что сейчас происходит на карте, вот это вот просто какое-то... Это какая-то бакханалия, казалось бы, но она довольно успешно проходит от Team Spirit. Пытаются Айсберг-то поймать, он ходит в лайф, чтобы дать сноубол, да, он сноубол чтобы завершил. Играет опять Afterlife у нас, и будет ли Айсберг жить? Айсберг доживет, он еще и успел завязать Windrunner, Фобос на него разгоняется. Фобоса есть, ультимейт, можно добирать. Не хочет тратить, ну, в общем-то, может и правильно. Но его поймают, сейчас ультимейт, хорошо. Хорошо, фиссура-то по троим, то ФНГ пытается тратить, дальше нет, это ХСЛМ, она разворачивается, Флай разворачивается, пытается по оперативнику, там кулдаун, залетает, сейчас Флай подставляет, в него Флай сразу же труп. Тускар у нас тоже от Эзерстрайка просел, сбили ему стрик, ну, вот уже ВП делают теперь все как надо. Троих поломали, размен, окуда? Да, возвращаются немножко в игру, но тут хорошо, они как-то разментилили, опять же, все на тоненького было, еще чуть-чуть, если бы вот эта фиссура отличная от ФНГ не достала бы до Бэйна, то вполне вероятно, что вся драка бы по-другому повернулась, убили бы там Спиритбрейкера, и дальше было бы тяжело. Угу, но в итоге отыгрывают практически 2000 голды, получается, Спиритбрейкер, там, самый мажор выходит после этой драки, 1000 монет просто зарабатывает с нуля, из ниоткуда, вот, ну, Шадо сразу себе приобретает, неплохо. По-прежнему, конечно, страдает Салент, в том плане, что, ну, 4 смерти у него, но, тем не менее, за счет, опять же, хорошо проведенной драки, Яшу он себе куть сейчас прикупит. Пока, правда, Блейд и Рецепт, только, но тем не менее. Ну, все, потихонечку, ВП восстанавливается, отыграли они, суммарно, 2500 голды, проигрывали всего лишь 2000, поэксперим за 1000. Нет, так страшно, кого-то климсанули. Ага, мидия, что происходит, айсберга подцепили, айсберг винран, на развороте пытается драться, поваршот-шоклассот не точно, и... И, да вы смотрите, Спирит опять полным составом на мидии, они просто пятером здесь. Подтягивались, да, если вдруг драка бы началась, тут мы в этой игре уже видим, что драки просто происходят. Пять на пять, по всей карте. Ой, ФНГ! А там вард только-только поставили, тем спирит, и видели его прекрасно, стан, ласт ворды, без шансов для ФНГ, ФНГ, наверное. Эх, неудачно прошел он. С другой стороны тем спирит, удачно и вард был просто тут же. Да, кстати говоря, вот что интересно, такой момент, Флай уже 14 нт украл, на самом деле очень немало, он может начать выходить в такого потихонечку кэри в этой игре. 4-1-5, ну да, действительно. Интеллекта сейчас много, нарезать Туркин будет неплохо, купит себе артефакт на выживаемость, будет полный порядок. Там теперь на глобал пошел, пытается года подмять, год уходит, а здесь сейчас лил будет глимсовать, четвертого непрокачки, глимс у него, разбудили его, вернули на глимс Пэйна, без шансов для Каблака, здесь Каблак пары. Ну, хорошо, и на глобал развели в результате, и килл сделали, неплохо получилось. Правда, пришлось пятером опять растенить, практически. Ну да, тавр можно попробовать, но слишком какой-то толстый тавр, и айсберг мешает поваршотами. Смог используют, по-моему, это могли видеть, нет, не видели. Ну и не останавливается у нас этот экшн, просто на стоп идет, и 26 килов за 15 минут уже, и вновь пытается найти кого-то ВП, вновь кого-то убить. Лошара неопытный, молодой, но везет ему, а вот Флай не очень. Везет? А вот Флай старый, опытный, но... Но он живет, почему-то до сих пор в шарик не успел Афтерлайп его засунуть. Фобос умирает здесь, и Лошара будет сейчас разбираться с этими друзьями. Просто никого можешь не отпустить отсюда. ФНГ обновляется курсатом, смотри, он убегает. Он убежит, но он убирает, курсаурна. Нет, 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 он жив, у него 70 хп, но Айсшард, Тоскар, не отпустил. Да, ну, жутко выглядел, но, на самом деле, этот курсат, посмотрел ее в действии. То есть ЕС там, вроде бы, нужно отдавал фиссуру, и при этом львиную долю хп свою просто потерял. Жестко. Слишком жестко. Но, правда, Саленсер, честно, достал из интеллекта, немножко неприятно, так, в целом, все окей. Так, Саленсер встал на исходной позиции, готов был кого-то встречать, кто будет дефить мид, ушел от ТК-плак. Теперь уже Саленсер в пору отступать. Ну, там стоит вардец, прекрасно видно ВР-ку, который полагонима, и ее глимсуют. Папотка Шекл напоследок говорит, сволочи, на тебя, Шекл. Ну, там же диммейты, Финскриф вроде бы сразу в наглую в год, оно приходит, Афтолайф вместе с Лошарой, а там еще и под дополнительным Божаковым Болков, который дает дополнительный урон. Сигил здесь, это Автолайф. Автолайф, Автолайф, все еще жив, все, шарды откинет, но шарды так себе. Так, Айсберг, Айсберг может завязать Фобоса, и Фобос зажал ультимейт или не зажал, непонятно, не убил походу с ультимейта. В итоге Фобос тут тоже умирает, и все умирают, и у Виртус Про это минус 5 сейчас будет, кажется. Да, и Сален тут тоже никуда не уйдет. Бам, умирает. Трипл килл делает Лошара. Ну, в общем-то, очень долго сражались они там где-то с Тускаром, выискивали его, потом залетели дальше, Фобос воевал там с Бэйном. В итоге ВП оказались в разных участках этой траки, и другу помочь не могли. Ну, а этим спирит справились. Очередной выигранный замес, плюс Нос Тавр, плюс дополнительный интеллект для Саленсера, одни плюсы. Минусов прям нет. Да, сейчас Рошана можно пойти запирать под Волком, и дэмэджа хватает у Айсберга. Нет еще, конечно, Аганима. Вот, да, хотят попробовать с Рошаном, так Волк нельзя отдавать, тут ваш дэмэдж в виде Волка. Чуть ли не самая важная боевая единица здесь, этот Вожак Волков. Ну, да, в сумме он дает урону больше, чем любой герой. Здесь его наносят. Так, но Виртус Про будут пытаться отдефить, Фангейл уже бежит. Посмотри, на Afterlife заходит Фобос, Фиссура, ставится статик по-двоим, в принципе, и зажался там все-таки один Пэйн. Ну, забрали Айгис уже, ребята из Тим Спирит, по-моему, в Виртус Про нужно отступить. Бэйн еще живет. Да, Бэйн до сих пор жив, вот это вот самое главное неприятное, что Бэйн очень долго живет. Он просто развел всех на время, в это время Саллинт уже погиб, правда, минус 2 там делают, и минус 3 делают, слушай. Там есть с Киркоптером отлично расхестовались, по-троим просто. И еще тяжело будет Спиритом, Айсберг выходит, пробивают Ускара, Флай умирает. В итоге неплохие шоколшоты от Айсберг, ты посмотри, стоит на месте, Фанни ничего не может сделать, дает АТМ перед своей смертью, даже жив, еще до сих пор, Боже, он выживет. И он переживает, что это шарды. И тут обратно, минус 5, вот такие вот у нас качели, ну как во второй игре, прям один в один. Качельки, качельки, и теперь уже 3600 голды отыгрывают в ВП. Как выжил там ЕС, непонятно вообще. Да, непонятно, ну и ваши шарды, то есть они в него не попали, как раз таки на кромке анимации заперли его. Так вот, как-то. Да, ну в итоге очень много урона нанес у нас ЕС, смотри, 1100 урона, хороший кастлэмбл. Вообще Кирокоптер тоже неплохо расхестовался, по итогу, конечно его быстро слили, потому что у него Яша, только лишь, и всего 1000 хп довольно быстро он падает. Но свой импакт в замес он принес, как ни крути. Ну да, туда-сюда перевороты, качели у нас, много чего интересного опять же происходит, много драк, и как это обычно бывает в СНК за руби двух команд. Они не стоят на месте, они просто бьют от друга лица. Ну, все верно. Стоять на месте, это не про наших парней. Они любят драться. Зато смотреть классно. Много итемов покупает сразу, Глиммер на Бене, Аканим на ВРке, Владмир на Фобосе. Ну да, Орхит у Года, Яша у Салента, там сейчас появится Мекку автолайфа, кстати говоря, была бы очень необходима. Да, она уже летит, вот как раз ее очень сильно не хватило, чтобы выиграть прошлую драку. Думаю, если бы была Мекка, могло бы все пойти для них чуть получше. Вообще, Мекка очень спасает в любых файтах, начальных особенно, и в УП у Мекки нет. В УП у Мекки нет, а вот у Тим Спирит уже будет. И почему-то они вожака Волков поменяли на Кентавра, не поняли зачем. Верните вожака Волкова. Не нашли, не нашли вожака. Но в обожака нет. Вожаков нет, это печально. И в своем лесу нет, нигде нет. Надо обновить леса, срочно. Если покупаете Блинк Даггер, вот это очень важный момент. И главное, что никто не спалил, то, что ФНГ Блинк появился. И он уже здесь, и сейчас можно так влететь, если не будут этого ожидать. Давай, давай, ФНГшка, Торнадо пошло, пока просто начинает замес. Начинает вот так же Лилкин, Этик. Плохой какой, вообще ни к чему. Испугались чего-то Тим Спирит, ведь им решили под Глобалом отступить. Хотя, не все отходят, Лошару тут подстанили. Он на развороте стан прописал, по-моему, здесь его нужно продавать. Продавайте, Флай пытается помочь. Зачем Флай, зачем Флай, ты же тоже погибешь, но Флай. Он пытается убить ФНГ, но там не хватит дэмэдж, конечно, за это Флай тоже умрет на последней секунде. Фобос успевает дать ультимейт. Есть подозрение, что Флай прожал ТП туда же, куда уходил Бейн. И слишком долго это прошло. Бейн уходил на фонтан. Так что делать тут было нечего, но на фонтан это не работает, так что, может быть, просто не успел. Айсберг, кстати, намидит тоже под угрозой, Фобос останавливает его хорошо. Памфин с грипп и на развороте. Здесь год, здесь год уже на подсэйве, и сайлент здесь сейчас будет, колдаун. Разбудил специальный сайлент код, чтобы он продолжил свое уничтожение противника. Хотя там глимер кейф, фиссуры пошли, снова статик ставится. Идет до конца ФНГ, эхо слэмит в айсберга прям в упор. Тотем прописывает айсберг на ведра, они пытаются смотаться. Есть очередной глимс. Так, глимс суют, возвращают. Айсберг, привет, дела. Да, и размен здесь опять получился один в один. Да, вверху, инвокер разменяли. Боже, они просто неостановимы. Какие-то двойной конвейерку, это посторонний, я бы даже сказал. Бей команд. Насколько можно уже успокоить. Пофармите хоть что-то. Я впервые в жизни призываю команд пофармить. Я уже устал за этим наблюдать, за этим бесконечным избиением друг друга. Ну, как так вообще? 46 фрагов за 27 минуты. Больше, чем 2 фрага в минуту. Да, при том, что самое забавное, это постоянно пости драки какие-то. Там 5 на 5, 3 на 3, 2 на 4. В общем, все время это не одиночные какие-то ганги, а именно драки, драки, драки. Причем они бесполезные, они вообще бесполезные. Да, я раз берсерка. Ну, обычно драку можно устроить за что-то. За Тавр дерешься, за то, чтобы хорошие варды проставить, за Рошана, за позиционку. Но не просто так. Ты дерешься просто потому, что тебе это нравится. Не работает. Ну, подожди. Все работает. Им нравится, они дерутся. И тем, и другим. Будут слить оффлайм. У него почти уже тост. 20 украденного интеллекта. Я вот думаю, что он на самом деле может в итоге сыграть важную роль. После Атоса купит себе какой-то БКБ. Просто в драке встанет с этим БКБ и как начнет поливать дэмэджем. У него уже там очень много. Это только первого уровня, пока у него глаевые прокачаны. Крабут четвертого. Там где-то уже, наверное, по 200 дэмэджа у него будет, если не больше. Ну, слушай, это флайт старец-хитрец, на самом деле. Он-то понимает, что вот в таких бесконечных сражениях Салитер всегда в плюсе. О, афтерлайм, как представляете, у Лошара свапают. Боже, Иисус. Там глобал был. Ну, все, да. И Тим Спирит сейчас вынужден отступать, потому что ВВП будет продолжать движение. Вернули Лошара прямо в статик, закрыли. Есть Слип. Лошара не знает, что делать. Получает еще и Торнадо, Фобос. Ну, там Мека, Автолайф, Сноубол. Убейтенстан, Финскрипт на развороте. Фобоса можно убить. Фобос, лоу-хп, Фобос погибает. Салит, конечно, раскастовывается. Опять же, не убивает никого. Есть Шиклшот. И отбраняются. Неплохо. Тим Спирит еще и на развороте убивает протеянет. Получил ее? Непонятно, успел ли. Не, не получил. Не получил. Да, и опять минус 4 в размен на двоих. Вот в этой драке я сейчас следил за FNG полбитвы. И насколько же сильно этот новый Сайленс, конечно, напрягает. Ну, новая курса вот эта. Он получил курсу. Он дал одну фиссуру. У него был ультимейт. И он как бы хотел ворваться. Но у него продлевалось. Продлевался дэмэдж, продлевался, продлевался. В итоге он секунд 10 там стоял где-то на другом конце. Битвы просто ждал, пока эта штука с него спадет. Да, и действительно, Сайленс, сейчас на новый курс очень серьезно мешает. И вообще глобалы вот эти. Ну, и сами Тим Спириты как-то бронялись. Классно, потому что вот врывались на них ВП. Казалось бы, уже там все, в бингу закрыли и так далее. Но пробить до конца ее не удавалось очень долгое время. Да, вот это схватки. Вот это сражение. Вот это убийство. Гардиан Грифс у Тускара. Ты знаешь, вот сейчас в командных Т-файтах Тим Спирит становится все сильнее и сильнее. Потому что у них Грифсы, у них Сайленсер с каждым разом все лучше и лучше себя чувствует. Да, он, конечно, там с последнего фрага интеллекта не заработал. Но до этого два интеллекта, ну, прилетело 22 уже. И Атос появляется. Букваете барабаны, опять же, на команду. Все командные айтемы. ВП тоже есть. ВП есть Владмир. Как минимум вот у Спиритов нет Владмира. Но, да, им не хватает. Владмир, конечно, дает нормально. Но он все-таки больше дает в лейте. А сейчас бы Мека очень, конечно, не помешала по Виртуз Про. Вот Мекки реально не хватает. Старая, добрая Мека, конечно. Они пытаются выформить все свои БКБшки. БКБшки тоже круто от нюков. Но это все лишь индивидуально будет усилять героев. Но не командно. То есть, да, ты там будешь переживать нюки. Ты, может быть, за счет этого пытаешься потольше жить. Но все равно пробить противника будет сложно. Под огромным количеством аур и так далее. Под гардинг рифсами, например. БКБ не поможет тебе пробить ГРСы. Не знаю. Как-то, как-то пока непонятно. Айсберг под БКБ тоже выходит. Все, кстати говоря, Лошара. Покупайте Бегархлаб, скорее всего, будет БКБ. Ну, немножко приостановили, наконец-таки, вот этот беспорядочный хаос вообще, что происходило на карте. Ребята из обеих команд начали немножко подфармывать. Сплитить, наконец-то. Есть возможность передохнуть. Ну да, но спириты, я думаю, сейчас просто пытаются выформить БКБ на Верке и на Венгей. Пока этого не сделают особо. Не будут встревать, разве что будут просто на дефи пытаться ответить. И уже с БКБшками они пойдут. Потому что поздние вот эти БКБ, 10 секундные, они, конечно, сейчас будут сильно решать. Потому что, опять же, у Virtus.pro очень много магии, но почти нет физики. Гирокоптер пока слабенький такой весьма паренек. Семь смертей. Ну да, он тоже пытается выйти в БКБ. Ну и все БКБ собирают, сейчас ставят другая команда. И в скором времени увидим схватку, где будет там порядка пяти новых 10 секундных БКБ на две команды. Так, и ставят центричники, идет дефардинг. Так, во, какой шард такой откинулся, тускар. Сверху сплетит у нас Рамзес, который покупает себе друг друга Митрилхаммер. Ну и Рошан, Рошан появится через 40 секунд. Одно БКБ уже готово, увы, эрки. Это может зарешать, потому что, скорее всего, гирокоптер не успеет. Нет, у него уже есть БКБ, так к нему летит уже, вот курочка. Так, а Флай, Флай, там что делать, один Флай, там смотри, кулдаун. Флай, конечно, на развороте пытается пробить ФНГ. Дал рот Фатос, но его замерил так же неплохо к гирокоптеру, так и Флай здесь погибнет. Чё-то психанул, Флай, конечно. Куда он один пошел? Ворноват пока, Флай. Купил, конечно, рецепт на Драма Федженс, перед смертью ТПшку закупил. То есть денег он не потерял, но... Воевать пока одному против боевых сложновато. Все-таки нужно БКБ, тоже. Ну, он Глобал нажать, убить, чтобы гирокоптер его там не расстрелял с баража, но зажал Глобал, подумал, что это будет слишком большой кулдаун, и мало ли что. Может быть и верно, но потому что Рошанта появляется и без Глобала, Виртуз Пробу, может быть, сразу на него и пошли, а так будут опасаться. А через 15 секунд появится Саленс, родители могут принять бой Team Spirit. Ну, посмотрим сейчас, кто выиграет эту схватку. Пока сплите довольно активно ВП, ТПшки мы видим, у них есть, всех, кроме Салента. Ну, Салент, что-то пешком потянется. И вот уже в Автолайв здесь, Нидзо, потягивается так же Каблак, который купил себе линзу. Есть отозрение, что Вальф специально выпустили патч, и новый артефакт, который позволяет играть Каблаку хорошо на Бэйне. Просто что это такая? Линза прям вот как будто созданный артефакт для Бэйна. Специально. Вот на нем катается постоянно. Куча вардов, куча сандришников, но, правда, все это почему-то не уничтожается пока что. Ну и вот он заход на Рошана. Ну что ж, ВП, большой к вам вопрос. Готовы ли вы? Хотите ли вы? У Айсберга ДД в Ботле очень неприятный момент, потому что сейчас он Рошана убьет очень быстро, и нужно просто сбежать сюда. Буквально 10 секунд, и не будет Рошана. И время идет. И что страйк-то был? Видит ВП. Ну, а затем... Ну, не успевают они что-то долго. Да, инвокер вообще не в позиции, и вот он. Ой, Лил-то зашел, статик поставил, но не самый удачный. Сайлен с кулдауном мажет, пытается слэка расстрелять, но Лил здесь падает от финсгрипа, Сайлен дэмэджа не нанес. Пытается уйти, а Ишарц не удачный. Автолайф почему-то он так вот сыграл. Эхо-слэм от ФНГ, Автолайфа здесь будут сейчас убивать. Ну, он прячется в Сноубол, какое-то количество времени для себя выигрывает. Идет дальше на Герокоптера. Здесь Лошаров, грызается Фобус, получает Слип. Автолайф до сих пор еще жив получает Орхид. Делает просветку, опять жив, да больше, убейте его кто-то! Герокоптер погиб, ЕС там тоже погибает, Автолайф выживает, опять Айшарц с Нонсерстрайком. Все-таки добивает его Фобус, но так много времени и сил потратили на убийство одного Тускара. ВП, и так проиграли. Ну да, Эхо-слэм, чисто чтобы убить Тускара и не получилось. Вообще в него потратили два ультимейта в итоге, Эхо-слэм и ультимейт Спирит Брейкера. Естественно, Эхо-слэм... Орхид. Эхо-слэм было бы гораздо приятнее увидеть ну хотя бы по двум героям и хотя бы в какой-то ситуации, где твои керри наносят урон. Естественно, такой Эхо-слэм, он не дает особо ничего, и вот приходится по этому поводу терять еще Тир-2. Тут и на Тир-3 могут пойти сейчас спокойно, ребята. У Айсберга кулдаун-то очень маленький на ультимейте. Да-да, 20 секунд еще не будет герокоптера, и все так. Нет глифа. Ой-ой, проблема в Виртуспро. Да, большие проблемы, правда, Айсберг... Надо было бы подняться, что ли, на огород. И так сойдет. Смотри, как быстро падает Тауэр. Да, быстро падает по Тауэр, действительно. Ну, посмотри на дэмэдж у Айсберга. У него нет дэмэга, как бы вообще ни одного итема на дэмэдж, но у него 200 урона под Вингой. Это еще Волка тут нет? Волка не нашли до сих пор. Он же какие? Не, он был какое-то время, видимо, на Рошане умер все-таки Волк. Да ладно, Айсберг в Винран подрубает, пытается его достать. Глимс! БКБ! БКБ не работает так. И уйдет. Можно спокойно выходить. У нас какие-то в области невероятные путешествия по карте сейчас делают. Лега пыталась перехватить, не получилось. По-прежнему погоню за Айсбергом. Достают у Торнадо. Насколько можно шканять его? Не знаю, так и смысл, как у него еще и АЕКИС. Ой, Лошара. Какой-то самотверженный мул. БКБ, Трат. Ты посмотри, про 1 маны не хватает на станчик. Но он продолжает бить с руки. Что-то все-все бьют всех. По-моему, не разобрали здесь немножко товарищей Спирит. Но тем не менее, убивают ФНЖ. И Лошара пошел месить Салента. И тут уже команда подтягивается. Вон он, Бэйн. Ой, хороший Айшарт. Перекрыли путь всем. Но правда, Айсберг сможет ли расстрелять? Приходит Бэйн. Финс Грипп. Вот так вот с хайграунда. Правда, Фобос там тем не менее убил Вингу. Айсберг снова расстреляет. И вот он Глобал. И Шеклшот привязывает прям-таки с Ложаком Волков. Есть, правда, Глимер Кейп. И заживает Салент. Пока уходит. Там также Глимер и Габлак передвигаются. Вот эти плохие Айшарты на этот раз получились. Автолайф зажал себя и Айсберга. Ну и трак продолжается. Габлак все пытается жить. Габлака на этот раз убили. Кинетики теперь ставятся. И что, Тускар снова пошел бой. Лилу находит. Габлайф он просто бешеный какой-то в этой игре. Сорен он убивает очередного товарища. И что Айсберг? Сейчас если Шекл хороший будет, будет неприятно. А вот он неплохой Шекл. Очень плохой Шекл. Ну и Саленсер-то уже здесь. Трака продолжается. Гарден Грифс. Автолайф пытается уйти. Там пробили просто. Ой, ну Саленсер он просто разваливает и набирает НТУ все больше и больше. Тридцатку уже какие плюхи. Посмотри какие плюхи он на самом деле валивает этот Саленсер. Просто бей. 123 дэмэджа за клейвов. Это же чистый урон, не забываем. И еще своего урона почти 200. Это много. Это очень много. Саленсер нанес 2050 урона за брак. Ну вот как-то так. С руки причем, да. Жесть. Гемси приобретает и Владмир на команду. И опять ВП находится сейчас в минусе. Потому что драку они проиграли. Уж вторую подряд. Но эти бесконечные файты только привели к тому, что просто-напросто Саленсер оказался в плюсе. И вот к этому вопросу я опять возвращаюсь. Хитрец старый Андрюша, вот этот вот опытный парень. Но он был только за таких разменов. Потому что раз за разом он где-то выживает, где-то делает последнюю точку и копит, копит интеллект. И все дошло до такой степени, что теперь Саленсер это настоящая боевая единица. Хотя бы изонировал себя изначально как суппорт. А теперь это настоящий кор. И с ним нужно считаться. Ну да, то есть на самом деле он теперь купит себе еще какой-то итем на скорость боя. Ну что это может быть там непонятно. Но можно что-то придумывать. Любой предмет, который дает скорость. Далее просто взять БКБ и вообще не париться. Ну да, то есть любой предмет на скорость и БКБ. И вот это два следующих его предмета. Ну и этот предмет на скорость может быть Керасой, например. Или хотя бы просто Гиперстоун даже. Или Муншард. Вот, да. И БКБ, и все, ты в драку входишь. И пиши пропало, что с ним делать, непонятно. Как нужно еще убивать вроде как ВР-ку, Венгу и как-то. А тут стоит такая штука рядом и лупит тебя. Да, при всем при этом не забываем, что есть еще и Тускар, который тоже очень много на себя, во-первых, берет. Там куча демиджа впитывает и в живых остается. Трудно убиваемый герой. Ну, в общем-то, пока все выглядит очень печально для Виртуз Про. Вот они только-только там оформили свои БКБшки. И уже в пора оформить артефакты на урон. Уже нужно МКБ какой-то саленту. Иначе вообще там наносить урона не будет никакого. Потому что ну и ВР-ку пробивает, там всех остальных пробивать надо. Ну, инвокер, понятное дело, в нанесении ДПС-а не особо помощник. Он больше как семи-суппорт такой работает. Так что ну тут нужно просто салента раскачать сейчас. Надеяться на то, что салент всех потом с флэка убьет. Ну да, эта надежда всегда есть. Если у тебя есть герокоптер, можно понадеяться, что он с флэка всех убьет. Но в этой игре тяжеловато. Да, потому что нужно сейчас много предметов. Даже до МКБ как-то нужно дофармить. И вот все воруют кругом фарму салента. Там Фобос зафармил, тут Гот зафармил. Саленту ничего и не осталось в лесу. Салент бегает, да, чертовы годолюбы опять. Тут дайте мне пофармить уже. Кто-нибудь наделаете стаков. Почему Гот бегает, но их нейтралу фарует? Что происходит опять? Ну да. Ну в этом плане сейчас, конечно, проиграть неграмотно. Потому что стоит им тоже понимать, что нужно все, 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 что только можно отдать саленту. Это единственная возможность, если он сейчас форманет. Ну вот, вроде как, осознали этот момент. Пришли, охраняют. Ну под вортом, правда, да, фармит салент. Там было прекрасно видно, ребята, мы с Team Spirit. Они тут вместе собираются, все будет какой-то смог. А смока-то и нет пока. Мы просто прячемся. Че прячемся? Че хотим? В лесах тут засели. А вот покупается смог, в общем-то, сразу, навременно и салентером, и венчуфл спирит. Но долго очень, конечно, Team Spirit здесь с этим смоком. Но они сейчас спрятались. Сколько они уже секунд не показываются на карте Virtus.pro, естественно, поймут. Вот они уже убегают, на самом деле, куда-то в сторону своей базы. Все группируются, прячутся. А Team Spirit даже еще не нажали смог, понимаешь? Virtus.pro уже все спрятались. Ну реально очень долго, но это какой-то бред вообще. Секунд 20 их заняла подготовка к тому, чтобы прожать смог. И сейчас, конечно, ВП аккуратненько. Ну должны, должны аккуратно сейчас играть в Virtus.pro. Все дольше и дольше нету врага на карте. Ну да, все, все прячутся. Сейчас начнутся, скорее всего, ТПшки. Просто. Ну или будут сидеть до последнего в лесах. Или сейчас год сдохнет просто. Вот опадет и сдохнет год. Боже, ну год, ну боже, ну что это за игра? Ну кем там? Ну чувак, ну не... Ну... Всем, всем понятно. На стриме каждый там из 6 тысяч человек знал, что там сейчас будет смок. И только год один не разгадал. Да нет, он вроде как тоже что-то типа понял. Пытался Торнадо как-то это все дело раскрыть. Но блин, это риск такой. Вот он не попал в Торнадо, зато полностью раскрыл свою позицию. Ну и сразу же умер. Плохо. Очень плохо сыграно. Ужасно. Что-то ТПшка-то у него была. Не знаю, можно было по СВС играть, когда отдался год. Да нужно было. У них не та ситуация, где можно вот так рисковать. То есть одно дело риска, где ты пытаешься... Ну что-то как-то напасть на врагов. Может быть неожиданно смог заизать свой. Ну в общем какой-то такой риск пойти, агрессивный. А это риск бесполезный. Ну и что, что ты спалишь смог. Какая разница. Ты и так знаешь, что там смог. Просто сделай ТП. Может быть я хотел просто увидеть их и тыкнуть на карту и сказать, пацаны, вот они здесь под смоком. А это конкретно в этой точке. Полную информацию дать. Может быть спейс, спейс для Сайлента. Смотри, видишь, Сайлент готов покупать МКБ. Почти готов. Это драка на той пяти временем. Лошаров внесся в борьбу. А там глобал, БКБ пытается пробить Флай. Почему-то Фобос нашел себе цель. Тоже мне долго думал Фобос, чтобы Флай убивать. 2000 хп с Незерстрайк он хотел его убить. Окей, минус 3. Отлично сыграно. Да, при том это было 3 практически в 5 драка. Потому что 2 человека у Т-спирит тапались на правый. Их тут вообще не было. И получается, что Лошара вместе с Флайом, Венгар, Сайлентсер и Тускар в общем убили троих. И никто еще и не умер. Вот как-то так. Ну да, это, блин, ну элементарно Незерстрайка. Можно было запокусить Венжи Пулспирит, добить ее. Оставалось не так много хп. Но Флай с полхп инициировать это была плохая. Это была очень плохая. И на народном месте. Просто народном месте погибли. Но сейчас Тим Спирит будет полным составом. Уже они точно будут подниматься на хайграунд. А чего им мешает? У них там доедалус на ВРке есть. А уже ничего не мешает. Да, по-моему, у них все есть. Они прекрасно понимают, насколько они сейчас сильные стали. К Стивенка фармит этот Аганим. Наверное. Если это, конечно, не Скади. Но вряд ли мы до этого доживем. Мне кажется, игра раньше закончится. Ну ладно, у Венгар-Спрой есть еще. Минорные шансы отобиться. Все-таки всякое бывает. Шейкер там. Эхо-слэм. Все дела. А, у него кулдаун. Ну это да. Это мы возвращаемся к самой знаменитой теории. Ну пока еще не знаменитой. Она только становится знаменитой теорией идеального замеса. При которой ВП имеют героев на камбэк. Да, это вот. Геймчейнджеры такие самые. Типа ЕСа и типа Гирокоптера. Вот. И для этого теперь нужно, чтобы остальные тоже. Звезды, что называется, сошлись. То есть, чтобы допустили позиционную ошибку Тим Спирит. Чтобы сами соинциировали Виртус Про. И бла-бла-бла. В общем, здесь нужен идеальный для них момент. Но. Непонятно, как в этот момент сейчас дождаться. Да, к тому же появляется новый Рошан. Но Виртус Про, мне кажется, за этого Рошана должны цепляться. Это как бы шанс. Все-таки узкая какая-то такая территория. Где можно подраться. Но если отдать сейчас Рошана. Если будет 2 ВРки. Если Сир возьмет себе какой-то Флай, например. Или Винга. То ничего хорошего не жди, как говорится дальше. Да, все так. Посылают Волка на разведку. Нельзя, это же Волк. Обратно посылают. Ребят, а если его просто возьмут, то засумонят сами Тим Спирит. Пошлите какой-нибудь герой лучше на разведке, чем Волка. А дайте не знать, где сраптуют. Да, да, да. В общем, он их спасает, кто-то героически уходит от двух иллюзий. Это же успеет. Ножевает Волченок, пришел к Салену. Ну все. МКП покупает себе Сален, то, конечно, что остается без байбека. Опять ДТО Айсберга откуда-то, когда приходит на Рошана, что-то неправильное происходит. Вот чекают Волком. И вы пересумонили. Это должно быть в НКС-хотлэба. Ну, блин, Глобал все портит. Ну, Сален, может, неплохо, но стреляй, как расстреливает, ты посмотри. А Егис успел поднять себе айсберга. Это неприятная ситуация. Да что, разорадится, ты посмотри. Сален, ты вот прыгай. Как же Сален быстро падает, там айсберга съел с доедал. Ай, уже тоже такие тычки. Просто невозможно жить. Невозможно жить. Все так. Минус 4 сделали, какой-то все-таки ушел на ТП. Но, конечно же, Team Spirit знают дорожку в чужой базе. И по ней они будут следовать. Чтобы игру, я так понимаю, закончить прямо сейчас. Потому что они видели, что у Геррокоптера не было МКБ, он его приобрел, значит, айтака нет. Это знак. Это знак, что можно найти и убивать базу, выигрывать Тоту. А где сыр? Кто? Какая крыса взяла сыр и съела, походу? Походу, дело... Кого Сален не хватает в инвентаре сейчас? Это айсберг? Нет, айсберг была Егис. У него была Егис. Автолайф, автолайф, крысок этот. У нас съел сыр. Походу, автолайф, да, у него два слота целых пустых. Это он, мы его вычислили. Так, ну что, байбэк от Спиритбрекера, неважно, это Тир-3 там на топе взломал айсберг снизу. Они помогли, на самом деле, лучше вместе снести одну полноценную сторону. Ну, вообще, да, но, по-моему, тут поверили себя уже настолько Спиритом, что они просто хотят убивать. Да, они убивают годы, байбэка у него нету. Тут могут ливать, Вертус просто. Что тут говорить? Да, ну, вообще, всегда в такой ситуации, ну, вообще, не всегда, а в такой ситуации оказались Вертус Про, что они могут позволить себе, сейчас, секундочку, я прям приготовился, ну, так лучше не палить страты, понимаешь, что это вот, не палят страты. Не, ну, на самом деле, у меня нет больших вопросов к Вертус Про. Для Спиритов сейчас каждая игра, это, наверное, золото, это доказать, там, себе, фанатам, это что-то выиграть, какие-то деньги элементарные и так далее. В Вертус Про, ну, они как бы, все знают их силу, и, наверное, они сейчас играют не в полную силу. Возможно, вообще не тренились после саммита. У них был настолько плотный график, что элементарно, наверное, хотелось отдохнуть. Ну, а потом какой-то турнир, ну, окей, играем. Ну, это, знаешь, из разряда, окей, мы можем, типа, провалить отборы на МДЛ, но мы знаем, что там есть 5 старых рэмайтов. Да, например, например, так, да. Ну, и в конце концов, здесь есть лузера, и если Вертус Про очень захотят, наверное, они могут собраться и по лузерам пойти, уверенно. Да, ну, вариантов, конечно, масса, и вот, поэтому, как бы, как бы сейчас не проходила игра Вертус Про, у них всегда много шансов и в этом турнире, и вот всех техниках турниров тоже. Ну, при этом стоит отметить, что для Тим Спирит действительно это была очень важная победа, они доказывают, ты правильно сказал, по себе и, в общем-то, всем своим фанатам, что они достойны приглашения на региональные квалы, что вполне, в принципе, возможно. Не хотят на них впадать в опен-квалы, я уверен, на предстоящий мейджор. А для того, чтобы закрепиться на получении этого прямого инвайта, им, в региональные квалы, конечно, им нужно сейчас выигрывать, выигрывать все, что они могут выиграть в тех турнирах, в которых они принимают участие, в частности, конечно же, этого отбора на МДЛ. Да, ну и надо сказать, что играли они действительно очень круто, то есть, может быть, Virtus.pro там и не на пике формы, но, откровенно говоря, Virtus.pro в третьей игре пикали свой стандарт и, очевидно, хотели победить. Во второе, да, они там поиграли, что-то лило фанга на визаже, там, бла-бла-бла, окей. Но в третьей они старались, потели, было видно, но, извините, враг оказался сильнее. Да, реально, в Team Spirit смотрелись намного лучше, чем Virtus.pro в этой карте, и в этом матче, в принципе, в целом. Так что, заслуженная победа, с чем их и, безусловно, поздравляем. И все остальное. Так что, хорошо. Так, у нас получается по сетке, что продвинулись Team Spirit и ребята из Elements Pro Gaming, а, следовательно, финал Венеров будет выглядеть именно таким. Team Spirit против Elements Pro Gaming. Когда будут играть, я не знаю, но скоро анонсы этого матча будут. Ну, а в следующие игровые дни мы наверняка будем смотреть уже MDL Европу. Все-таки лозеров, там уже ребятки будут воевать на выбывание, в частности, Stick Gaming против Hellraiser, Steam Alternate Attacks против Team Stark, все эти матчи, которые запланированы на завтра. Вот, поэтому имейте в виду, а зуба и вот этот вот канал MDL, нижняя подчеркну, руха, тот канал, в котором вы сможете смотреть все матчи европейского отбора, и не только европейского, ставьте лайки, добавляйте его в закладки. Ну, и не забывайте, что на протяжении всего текущего вечера, сегодняшнего для вас работали адекватные JustMS, подписывайтесь на цитерочки, на соцсети, вводы найдете в нашем YouTube-канале. Ну, и, наверное, будем прощаться, да? Да, конечно. Всем спасибо, кто смотрел нас, ребят. Надеюсь, мы вас не разочаровали. Пока-пока. Да, ребят, не забывайте так, что на MDL сейчас идет и американский дивизион, второй канал, заходите на него, там комментирует Лекс. Представьте ему привет, что ли, такие вот расклады. Ладно, всем пока, услышимся.